Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать такую необычную вещь. Может быть, конечно, кто-то думал об этом уже или мысли приходили, а может даже и делал. Я как бы на оригинальность не претендую. Хочу просто изложить свои мысли насчет того, что закрепить телефон на динрейку. Шкафчики с динрейками часто используются очень в быту, в электрике. Это, в общем-то, стандарт. Размещаются автоматы какие-то, какие-то средства по автоматизации. Ну и, в общем-то, неплохая идея разместить телефон для цели, допустим, передачи какой-то информации, будь то камеры там и так далее. Я, например, камеру хочу в Wi-Fi повесить, там контроллер еще у меня будет работать через Wi-Fi. Вот. То есть в телефоне будет точка доступа открыта. И через интернет телефона будет подключаться камера, будет подключаться контроллер. Я смогу, как бы, иметь доступ, там, допустим, видео смотреть или управлять. Ну, в частности, я хочу температуру котла сдавать. Вот. Значит, как бы так вот прям что-то сразу в голову не приходит такого простого, да? Как его закрепить вообще без сего? Вот. Я по случаю купил такие вот, это называется, изолятор. Вот. Стоит в районе 20 рублей. Это ековский. Вот. И предполагаю, что можно вот так вот на нем закрепить. Просто привернув саморезами. В принципе, как вариант, можно еще попробовать приклеить. Взять дихлоратан. Вот. Ну, я не уверен, конечно, что этот пластик клеится. Не знаю. Предварительно нужно вот это вот срезать лишнее. Вполне возможно, что это электротехнический пластик. Я даже чувствую, что он такой, как сказать, хрупковатый, что ли. Хрупковатый, ну, как бы такой, не очень плотный, рыхловатый, скажем. Вот. Он, возможно, просто это, как называется, самозатухающий. Может и нет. Проверить не буду. То есть вот эту штуку мы срезаем. Так. Все вот здесь чищено. Вот этот поребрик я убрал. Вот извиняюсь за уставший голос, просто сейчас уже час ночи и, в общем, пятница. Я что-то устал. Решил снять видео, потому что времени катастрофически не хватает. Съемку видео. Вот. Иногда хочется снять что-то показать. Так. Ну, наверное, вот так будем крепить. То есть вниз у этих динреек. Вот так вот вниз. Вот здесь вниз. Вот это вверх. То есть это пазик. Должно войти вот так вот. Вот. Закрепить. То есть крепить будем вот так вот. Я буду крепить на один саморез. На два, наверное, не имеет смысла. Сейчас я посмотрю, где лучше. Так. Так. Каких точков. Здесь, в принципе, нормально. Здесь. Здесь и здесь. Дальше. Дальше. Дальше я, наверное, погрею пластмасс сжигалкой. Зажигалка. Не знаю, конечно, насколько она вроде греется. Зачем я это делаю? Делаю я вот, чтобы вот так вот такую форму получить. Потому что шляпка самореза, она, конечно, будет мешать. Такой бугородчик, он как бы заподлицо получится. Пойдем дальше. Я вот хочу вот такой сделать. Чуть-чуть побольше погрею. Так. Так. Продолжение следует... Такой достаточно пластик, хороший. Так, вот бугорочки готовы. Единственное, конечно, немножко тут образовалось, как они называют. Потому что сажа, нет, ее надо будет удалить сейчас. Это что, какая-то непонятная ватка. Такая уже разложившаяся. Потому что сажа вообще электропроводная. Не хотелось бы, чтобы что-то замкнуло в телефоне. Так, вот. Вот, вот, все чисто. Не очень одинаковые, конечно, они получились. Не на очень одинаковом расстоянии. Ну, в принципе, я не думаю, что это страшно. Сейчас нужно будет проделать отверстие. К сожалению, нет у меня сверла здесь под рукой. Будем делать прямо так, чем Бог послал. Так, все минусы вот что у нас получилось, два отверстия, у меня есть два самореза, если не хватит на крепление, здесь в принципе можно, там допустим двухсторонним скотчем не хочется мне больше делать дырок, честно говоря, преворачивать лучше всего на динрейке, я так полагаю, потому что чтобы потом у нас все сошлось, лучше закрепить сразу динрейку, достаточно тугие эти крепления, что-то такое достаточно жиденькие, потом тяжеловато снимать, чтобы у меня не развалилось, там же сидят очень плотно эти штуки, в принципе можно отвернуть динрейку здесь, даже не двигается, все очень жестко, практически намерно, можно заодно посмотреть, как будет это выглядеть в окошке, ну вот как-то так у нас телефон выглядывает, так наверное где-то нужно крепить, чтобы можно было его увидеть, осталось привернуть только, так приворачивать будем конечно шуруповертом, без фанатизма, это пластмасса все-таки, так здорово, что подвернулся мне телефончик, достаточно простой, памяти у него мало, так, в общем, он в жизни используется бессмысленно, для других целей, вы прекрасно будете себя чувствовать, я думаю, так, ну что, осталось вставить его, телефон защелкивается, все прекрасно держится, вот все, мы имеем телефон один веки, прекрасно, кто-то уже написал сообщение, в принципе все операбельно и можно даже держится он там хорошо и вообще никогда не денется, естественно, внутрь будет установлен блок питания, я сейчас над ним работаю, потом в одном из своих видео покажу блок питания, универсальный один рейка, он у меня уже готов частично, как только доделаю, покажу, все, всем пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok